Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Войска КНР отрабатывают действия по морской блокаде и воздушному перехвату. Минобороны островного государства осудила действия Китая и обещала противостоять любым вторжениям на свою территорию. Тем временем страны Центральной Азии поддержали действия официального Пекина, выступили за принцип одного Китая. Как кризис в Тайваньском проливе отразится на Центрально-Азиатском регионе, поговорим с экспертом. Последствия этого визита еще будут чувствоваться в течение длительного периода. В Казахстане возрождается тенгрианство. Последователи древнетюркской религии сознательно отказываются от ислама и считают, что возвращение к вере предков – наиболее подходящий путь духовного развития казахов. Наш репортаж о том, как живут, во что верят и с чем сталкиваются люди, называющие себя детьми неба. Здесь самое главное – это жизнь в гармонии с природой, бережное, соответственно, отношение. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан выступили в поддержку Китая в дискуссиях вокруг Тайваня. Центрально-Азиатские республики таким образом обозначили свою позицию по вопросу визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Официальный представитель казахстанского МИДа Айбекс Мадияров в интервью изданию «Кастак» заявил, что Казахстан за соблюдение действующих норм международного права и устава ООН. И в вопросе Тайваня придерживается резолюция Генассамблеи ООН под номером 2758 от 1971 года. Республика Казахстан поддерживает принцип одного Китая и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики, полагая, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с правительством КНР. В Бишкеке выразили аналогичную позицию и заявили, что Кыргызстан подтверждает неизменность своей позиции по тайваньскому вопросу и поддержку политики одного Китая. В МИДе республики выразили надежду на скорейшее снижение напряженности и достижение устойчивого мира и стабильности в Тайваньском проливе. Похожие заявления на своем информационном сайте Дуньо распространил МИД Узбекистана. В коротком заявлении официальный Ташкент выразил надежду на скорейшее снижение возникшей напряженности и отметил, что Узбекистан последовательно поддерживает политику одного Китая. Суверенитет, территориальную целостность этой страны в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права. В своем коротком заявлении таджикистанский МИД также сообщил, что внимательно следит за развитием событий в регионе и подчеркнул приверженность политики одного Китая. В Душанбе подчеркнули, что признают правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тем временем Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Маневры стартовали сегодня в полдень по местному времени и продлятся четыре дня до воскресенья. Как сообщили в командовании армии КНР, отрабатываются действия по морской блокаде и воздушному перехвату. Минобороны Тайваня осудила действия Китая и обещала противостоять любым вторжениям на свою территорию. О том, как разворачиваются события в Тайваньском проливе, подробнее расскажет Дарья Тимофеева. Выпуски новостей на госканалах Китая сегодня не обходятся без кадров маневров Народно-освободительной армии. Крупномасштабные военные учения с боевой стрельбой развернулись в шести районах в акватории вокруг Тайваня. В этой местности проходят оживленные торговые пути. Но китайская сторона выпустила предупреждение для морских судов и самолетов не заходить в зону учений. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Учения, проводимые китайской армией вблизи китайского острова Тайвань, являются необходимыми и законными мерами для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, а также для противодействия сепаратистским силам независимости Тайваня и внешнему вмешательству. В районы китайских учений включены участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами. Ряд из них расположены вплотную к важным портам. Власти Тайваня обвиняют Китай в блокаде и психологическом запугивании граждан. Армия Тайваня мониторит ситуацию и готова противостоять вторжению. Из-за нынешнего экономического спада все должны хотеть денег, а не пуль. Экономика – это самое главное. Всем нужна стабильная жизнь, а людям нужна свобода. Официально Пекин не скрывает своих целей и дает открыто понять, руководство Китая не будет ограничиваться только демонстрацией военной мощи. В госсовете КНР пообещали Тайваню ускоренный коллапс и большую катастрофу. Решением китайских властей под запретом часть импорта тайваньской продукции. На остров сокращены поставки песка, два тайваньских фонда оказались под санкциями. Военные силы Китая стали стягиваться к берегам Тайваня еще два дня назад. Пекин вывел в море авианосцы и объявил об учениях в Южно-Китайском море еще перед прибытием на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вашингтон также направил десантные корабли в акваторию Тайваня. Аналитики всерьез опасались прямой военной конфронтации двух сверхдержав. Страны обменялись категоричными заявлениями о готовности к военному противостоянию, но столкновения не случилось. Сегодня шансы на вторжение Китая в Тайвань эксперты оценивают как невысокие. Военный конфликт и неминуемый за ним кризис не в интересах официального Пекина. Вашингтон, в свою очередь, неоднократно заявлял, что визит Пелоси ничего не меняет в отношениях с Китаем и США не заинтересованы в конфронтации. Дарья Тимофеева, Самата Лыжбаев. Настоящее время. Азия. О кризисе вокруг Тайваня, о реакции азиатских государств, о том, возможен ли реальный конфликт между США и Китаем, мы поговорили сегодня с кыргызстанским политологом Наргизой Мураталеевой. И эксперты, и население, они надеются на то, что не будет прямого военного столкновения. Сейчас это невыгодно, особенно странам Центральной Азии. Поэтому, скорее всего, я так полагаю, что горячая фаза, наиболее опасная, когда мир стоял на пороге, действительно, Третьей мировой войны, она пройдена. Но другое дело, что последствия этого визита, они еще будут чувствоваться в течение длительного периода, и уже говорят о том, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами, они имеют тенденцию к ухудшению. Во-первых, это дальнейшая санкционная война, это экономические войны, эмбарго, охлаждение отношений и спрямление в дальнейшем разделить страны, так сказать, страны в других частях мира на ту или иную сторону. Ну и, конечно же, это милитаризация. Если горячей фазы конфликта не будет, тогда зачем Китай демонстрирует силу? По мнению Мурат Алиевой, нынешняя позиция принципиальная для Пекина, так же, как визит Пелоси важен для Вашингтона. Для Китая политика одного Китая – это действительно принципиальный вопрос, и он продвигается уже много лет не только в отношениях с Соединенными Штатами, но и в том, одновременно со странами Центральной Азии. И, как мы видим, уже последовала реакция со стороны МИД и Кыргызстана, и со стороны МИД Казахстана о том, что Кыргызстан поддерживает политику одного Китая. Ну и, конечно, это вопрос суверенитета и единства, который актуален для любого государства мира. Мы наблюдаем тенденции, когда ряд стран, они отходят от демократического пути развития, и наблюдается тенденция к скатыванию государств к авторитаризму. И данный визит, как подчеркивается в СМИ Соединенных Штатов Америки, был важен с точки зрения того, что Соединенные Штаты Америки остаются привержены демократическим ценностям и готовы поддерживать демократии по всему миру. И одновременно, как говорят и другие китаисты, в Соединенных Штатах Америки данный визит не обязательно был полностью поддержан Байденом, но показывает, что и внутри самих Соединенных Штатов Америки существует демократия, и что Пелоси могла посетить Тайвань вне зависимости от отношения к этому визиту со стороны Байдена. По мнению политолога Мруталиевой, кризис в отношениях двух стран негативно отразится на странах Центральной Азии. Странам Центральной Азии на самом деле данный конфликт невыгоден, с учетом еще и войны в Украине, и с учетом того, что особенно после начала войны в Украине странам Центральной Азии все тяжелее и тяжелее продвигать многовекторную политику. И геополитическая ситуация сейчас идет тренд на то, что происходит давление, что страны должны выбрать ту или иную сторону. Естественно, нужно учитывать, что Россия — это главный экономический партнер для стран Центральной Азии практически для всех. Китай — это главный инвестор, особенно по части инфраструктурного развития, инфраструктурных проектов. Кыргызстан должен Китаю... На Китай приходится в районе 40% от всего внешнего долга Кыргызстана. И, соответственно, в подобных условиях Кыргызстан не может позволить себе выбрать ту или иную сторону и проводить какой-то одновекторный пуск. Безоговорочная поддержка Пекина странами Центральной Азии может еще больше отдалить регион от Вашингтона, считает эксперт. Данное заявление, я так полагаю, было обусловлено тем, что в сентябре намечается подписание многостороннего соглашения о начале строительства проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. И, возможно, в связи с этим была такая поспешная реакция со стороны МИД. И, конечно, это еще более отдаляет, к сожалению, Кыргызстан от западного вектора внешней политики. Кроме этого, необходимо помнить, что в настоящее время Кыргызстан находится в зоне риска для вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Бывший президент России Дмитрий Медведев через три дня после публикации прокомментировал скандальный пост о Казахстане, который появился на его странице во Вконтакте. Он назвал это взломом и проявлением информационной войны. Зампредседателя Совбеза России также заявил, что от подобного никто не застрахован, но обещал, что виновные не останутся безнаказанными. Очевидны и нехитрые методы такой работы. Вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а осадочек остался. Вот они, истинные намерения русских. Вот их агрессивные замыслы. Дмитрий Медведев также отметил, что поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся. По его словам, диалог с соседними странами выстроен прямой, откровенной и без двусмысленностей. Я напомню, вечером 1 августа на странице Дмитрия Медведева во ВКонтакте появился пост, где говорилось о дальнейших планах России после захвата Киева. Там, в частности, утверждалось, что Грузии никогда не существовало. Казахстан – это искусственное государство, бывшие русские территории. Через некоторое время скандальный пост исчез, а помощник Медведева заявил о взломе страницы. Тем временем казахстанский суд приговорил к пяти годам лишения свободы семейную пару, которая предлагала присоединить Северный Казахстан к России. Суд Североказахстанской области признал их виновными в пропаганде нарушения целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчудаемости ее территории и дезинтеграции государства. Как сообщают казахстанские СМИ, супруги озвучивали свои идеи в приложении «Чат-рулетка» в популярном сервисе, который позволяет общаться с пользователями с помощью видеосвязи. Как следует из материалов уголовного дела, супруги хотя и не признали свое вино, однако к делу были приобщены видеозаписи с соответствующими призывами подсудимых. По ним следствие провело комплексную судебную психолого-филологическую экспертизу. 180-я уголовная статья, по которой привлекли семейную пару в Казахстане, находится в разделе экстремистских преступлений и предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Тем не менее суд все же вынес минимальный по этой статье срок. Европейский Союз призывает конфликтующие стороны в непризнанном Нагорном Карабахе немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры. В заявлении службы иностранных дел ЕС говорится, что Баку и Ереван должны вернуться за стол переговоров. С аналогичными призывами выступили представители НАТО и ОБСЕ. Обострение возобновилось на этой неделе. 1 августа власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что азербайджанская армия, цитирую, пыталась утром перейти линию соприкосновения на ряде участков северной и северо-западной зон линии соприкосновения. Эти попытки были предотвращены. Столкновения не зарегистрированы. Точка. На следующий день российская Минобороны сообщила, что за последние дни зафиксировано три нарушения режима прекращения огня азербайджанскими миротворцами. Накануне в Баку объявили о гибели азербайджанского военного в приграничном Лачинском районе. Министерство обороны страны потребовали демилитаризировать территорию Карабаха и вывести из зоны конфликта войска. По утверждению властей самопровозглашенной республики, с их стороны есть двое погибших и несколько раненых солдат. Противостояние между Арменией и Азербайджаном возобновилось осенью 2020 года. Спустя полтора месяца Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий. По условиям договора за Армением и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России. Если вы смотрите нас в Ютубе, ставьте лайки и подписывайтесь на наш новый канал «Настоящее время Азии». Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. Прямая трансляция идет и в Фейсбуке, и на странице «Настоящее время Азии». А еще у нас есть канал в Телеграме «Подписывайтесь». У нас нет цензуры и мы говорим обо всем. В Казахстане возрождается тенгрианство. Последователи древнетюркской религии сознательно отказываются от ислама и считают, что возвращение к вере предков – наиболее подходящий путь духовного развития казахов. Наш репортаж о том, как живут, во что верят и с чем сталкиваются люди, называющие себя детьми неба. Здесь самое главное – это жизнь в гармонии с природой, бережное, соответственно, отношение. В России продолжают пропадать уроженцы Таджикистана. На этот раз родственники ищут Руслана Плотбекова, который был близким другом Амридзина Лаватшаева, одного из активистов бадахшанской молодежи в Москве. Близкие Плотбекова считают, что его, скорее всего, вывезли из России вместе с двумя другими активистами – Уразом и Рамзи Вазербековыми. Родственники Руслана Плотбекова рассказали редакции «Радио Зади» о том, что в конце июля он был задержан сотрудниками московской полиции за нарушение миграционного законодательства. По словам близких, Руслан покинул изолятор временного содержания 29 июля и исчез. В тот же день из московского аэропорта до Мадедова исчезли и Ураз, и Рамзи Вазербековы. Но в отличие от этих двух, власти Таджикистана никаких видеоматериалов с Плотбековым не распространили. По словам родных, Руслан не был гражданским активистом и события в Хароге в соцсетях никак не комментировал. Интернет-портал «Памер Дейли Ньюс», который пишет о событиях на востоке Таджикистана, сообщает, что за последние полгода не менее пяти уроженцев горного Бадахшана были похищены в России и доставлены в Таджикистан. Казахстанские железнодорожники объявили забастовку. Работники сразу нескольких компаний заявили, что недовольны ни условиями труда, ни заработной платой и требуют от руководства удовлетворить все требования своих сотрудников. Каких улучшений добиваются железнодорожники, выяснял наш корреспондент Дориан Хайргельдин. 1 августа несколько сотен работников железнодорожной станции Бейнеу, это на юго-западе Казахстана, объявили о начале забастовки. Люди сетуют на неприемлемые условия труда и низкую заработную плату. В среднем, говорят, рабочие путейцы получают 250 тысяч тенге. Это чуть больше 500 долларов. Нас, железнодорожников, даже за людей не считают. Это еще один повод правительству обратить внимание на нас и наши проблемы. Президент Акаев говорит, чтобы чиновники считались мнением народа, прониклись их чаяниями. А на деле что получается? Работу, которую требует начальство, мы выполняем беспрекословно. А когда речь доходит о наших интересах, то тут же делают вид, что ничего не слышат. Так нельзя. Часть работников, которые отвечают за безопасность движения по этому участку железной дороги, свои обязанности продолжают исполнять. И в забастовке они участвуют лишь тогда, когда их присутствие на станции не требуется. Поддержать мужей вышли и женщины Бейнеу. Мы, женщины станции, считаем увеличение зарплаты нашим рабочим на 100% обоснованным и законным требованием, которое мы полностью поддерживаем и бросим руководство компании прислушаться к нам. В национальной компании «Казахстан Тимиржолы» сообщает, что знают о забастовке. Однако вероятность удовлетворения требований работников считают крайне низкой. Требования инициативной группы о стопроцентном повышении заработной платы компания выполнить не может из-за отсутствия финансовых средств. Доходы АО, НК, КТЖ в основном формируются за счет установленных тарифов. Вся полученная прибыль за прошлый год направлена на увеличение заработной платы. О проведении стачки объявили и железнодорожники Центрального Казахстана. Работники компании «Транку Жесказган» крайне возмущены уровнем своего дохода и условиями труда. Люди утверждают, что еще весной работодатель обещал пойти навстречу. Первое – выйти из состава АО «Транку». Второе – войти в состав корпорации «Казахмы». Третье – повышение заработной платы каждые 6 месяцев на 50%. Как было обговорено на предприятии на предыдущих переговорах. В списке требований 13 пунктов. Среди прочего – увеличение премиальных и командировочных выплат, а также увеличение трудового отпуска до 30 дней. Кроме того, люди настаивают, чтобы ни один из тех, кто вышел на забастовку, не стал жертвой преследования и гонений со стороны руководства. В компании же заверили, что проблем больше нет. Трудовой спор, произошедший сегодня между работниками и руководством подрядной организации «Транку Жесказган», был урегулирован в ходе рабочей встречи. Предприятие продолжает работать в штатном режиме. По итогам встречи на ТОО «Транку Жесказган» создана рабочая группа, которая в течение месяца будет изучать проблемные вопросы. Сами работники не склонны доверять подобным заявлениям начальства, потому что де-факто ни одно из требований железнодорожников до сих пор не удовлетворено полностью. В Казахстане возрождается тенгрианство. Последователи древнетюркской религии сознательно отказываются от ислама и считают, что возвращение к вере предков – наиболее подходящий путь духовного развития казахов. В республике даже действует клуб «Возрождение тюркского рунического письма», члены которого создали алфавит на основе письменности древних кочевников. По их мнению, именно этот алфавит должен прийти на замену кириллице. Вместо латинской графики. О том, как живут, во что верят и с чем сталкиваются люди, называющие себя детьми неба. В материале Тимура Ермашева. Дана Мейербекова никогда не считала себя мусульманкой. Будучи дочерью известных музыкантов, она и сама пошла по стопам родителей. Когда же после развала атеистического Советского Союза в Казахстане стали распространяться идеи ислама, она с удивлением для себя узнала, что ее род деятельности – музыка – в числе непоощряемых профессий. Это послужило своеобразным триггером для ее неприятия заветов пророка Мухаммеда. Со временем она поняла, что ей гораздо ближе верование древних тюрков. Правда, сама Дана тенгрианство религии не считает. Здесь нет вот этого, знаете, запугивания людей потусторонним, ну, значит, жизнью после жизни, там, типа, ад, рай и все такое, да, как это, пугают, да. Здесь самое главное – это жизнь в гармонии с природой, бережное, соответственно, отношение. То есть то, к чему сейчас человечество, в принципе, старается, ну, прогрессивная часть человечества старается двигаться – это, значит, экологичное мышление, да, то есть бережное отношение к воде, ко всему. Тенгрианцы верят, что мир состоит из трех частей – верхней, где обитают духи предков и боги, средней, населенной людьми, животными и духами природы, и нижней, где обитают демоны. Их соединяет мировая ось – священное древо. Она удерживает корнями нижний мир и упирается кроной в верхний. Символ Нурсултана Байтирек – это то самое дерево из тенгрианских мифов. Вообще, по мнению тех, кто решил вернуться к верованиям предков, ислам в Казахстане так до конца и не прижился и впитал в себя множество языческих обрядов, чего нельзя сказать о тюркской письменности, которая была полностью вытеснена. Все руны помещаются примерно вот в такую устойчивую модель. Ее называют Печин, еще по-другому ее называют Вавилонка. То есть это как стандартизированное лекало для всех тюркских рун. К примеру, вот если мы берем вот так ставим две черточки, вот примерно на этой пишем две черточки, то это будет тамга рода Кипчак. Если мы ставим еще одну черточку и соединяем их с этой, получается тамга рода Жалаир. Ерлан Еспимбетов пришел к тенгрианству благодаря любви к истории. Его с детства привлекали родовые символы казахов. Изучая их, он пришел к выводу, что все они появились благодаря древнетюркской рунической письменности. В исследовании этого утраченного алфавита ему помогали ученые-тюркологи из Татарстана, объединившись с которыми, они вместе создали универсальную для всех тюркских языков руническую графику. Мы начали писать стихи на гагаузском, якутском и проверять жизнеспособность данного алфавита. Как только мы уже сами для себя поняли, что теоретически возможно возрождение единого стандарта, мы создали приложение, назвали его «Каганика». Название мы специально такое сделали немного европейзированное, как «Каган плюс Ника» — «Победа Кагана». Либо, ну, Каганика, ну, руника, на который писали тюркские Каганы. Ну, то есть игра такая слов, чтобы легче было запоминалось людям. На самом деле тюркское письмо называется «Битык». По мнению Ерлана, именно рунический алфавит должен прийти на смену кириллице, от которой Казахстан все еще планирует избавиться. Он убежден, что тюркское письмо вполне реально возродить и в доказательство приводит созданные им варианты написания рунами известных мировых брендов. Соавтор нового рунического алфавита предлагал свою «Каганику» Министерству образования Казахстана, но ответа так и не получил. Тимур Ермашев, Павел Ингельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. У нас ученые из Англии и из Германии, Бонна и Кембридж, два ведущих университета, там есть у них НИИ по коневодству. И они взяли ДНК «Принадлежность наших лошадей». Но они, мягко говоря, офигели. Но на сегодняшний день это самая древняя лошадь. Нигерия – самая населенная страна в Африке. Но в то же время Нигерия – страна экономических контрастов, глубоко окорененной коррупции и яростных религиозных конфликтов. А в одном только лагосе около миллиона артистов. Хоть в фунтах, хоть в долларах. Счет в этом бизнесе идет на миллиарды. Почему нигерийская музыка нравится всему миру? Потому что в ней есть элементы всего. Нигерия – непростое место. Загадочное, сильное.